Жители подмосковной Некрасовки пожаловались президенту на непрекращающийся зловонный запах. Они записали коллективное видеообращение, ответ на которое надеются получить во время прямой линии с Путиным 20 июня. По заявлению активистов, основные источники проблем это закрытая два года назад свалка Кучино и мусоросжигательный завод номер 4, построенный в начале нулевых годов. Оба объекта расположены вблизи жилых домов в Некрасовке. Вот что говорят жители в видеоролике. Господин президент, не так давно вы своим указом закрыли свалку Кучино. Вы молодец, но к сожалению, тошнотворные запахи с этой свалки не прекратились. На дегазацию были выделены миллиарды рублей. Тем не менее, запахи продолжают нас стравить. А для нас, для жителей Некрасовки, жителей Люберецкого района Московской области, основной болью еще является мусоросжигательный завод номер 4, который находится прямо за нами. Жительница Некрасовки Юля переехала в поселок в начале этого года. Она рассказала Бизнес-ФМ, что с наступлением лета окна открыть просто невозможно. Мы живем не так давно здесь, с начала этого года, но все равно очень волнуюсь, потому что двое детей. Вчера вот вечером буквально было что-то в смесь каких-то медикаментов, пластика. Я даже не знаю, откуда этот запах пришел. Ну, прям сильный был. Прям открыли лоджи и тут же закрыли. А как спасаетесь? Нам относительно повезло, потому что мы живем в шестом квартале и не так много запахов до нас доходит. Ну, пока более-менее терпимо, но еще целое лето пережить надо. Если так дальше будет продолжаться, то, наверное, будет тяжело. Нужно тогда какие-то очистители воздуха покупать. Мы уже об этом как бы думаем, конечно. По мнению активистов, проблема с загрязненным воздухом в Некрасовке поможет решить только раздельный сбор мусора и его переработка. Весной этого года Минэкология Московской области сообщила, что работы по рекультивации полигона Кучино планируется завершить раньше намеченного срока, к осени 19-го. А в то же время министр экологии региона Дмитрий Куракин еще полгода назад обещал, что проблема запаха на Кучино будет полностью решена в июне 19-го.